осень в этом году насыщена культурными событиями в ярославле в том числе уже восьмой раз проходит большой большой фестиваль большое мероприятие мост через океан у нас в гостях его организатор анастасия новикова доброе утро доброе утро доброе утро дело в том что во первых этот фестиваль у нас особенный мало того что он проходит восьмой раз но он еще посвящен 30-летию отношений между городом ярославлем и городом берлингтоном который находится в сша именно поэтому решили сделать такое более масштабное масштабнее обычного события в плане культурной но вообще есть смысл такой что несмотря на то что у нас какие-то могут быть до между странами отношения на высоком уровне не очень дружелюбные но тем не менее это называется как people to people diplomacy то есть это отношение между людьми мы хотим дружить с жителями страны которые находятся через океан и фестиваль это как способ может быть показать что действительно мы дружим у нас есть много всего общего у нас есть темы которые мы готовы обсудить и это в частности это и культура и образование искусство все то что мы в принципе собрали воедино в фестивале мост через океан а какая программа фестиваля в этом году во первых будет ставшая уже традиционной выставкой международное образование 2018 которая пройдет 4 октября в гостинице парк инс 3 часов до 7 часов и туда могут прийти абсолютно все желающие бесплатно бесплатно узнать что что интересного подготовил мир для того чтобы получить очень хорошее качественное обучение мало того мы там еще разыгрываем поездку в лондон в январе мы и планируем и в принципе можно очень легко получить эту возможность я считаю следующий момент это у нас блюзовый фестиваль который состоится 5 числа в концерт холл кино у нас будет фото выставка люди которые приезжают например в берлингтон или в какие-то другие города сша и фотографируют то что они видят как они это видят и плюс наши гости из америки также выставляют свои работы она у нас открывается 5 числа в зале нужно также у нас будет научная конференция где представители науки ярославля обменяются опытом с профессорами из сша это также будет в парке не 4 числа то есть у нас в парке не будет несколько площадок которые связаны как как с культурой так и с образованием ты видишь как развиваются вообще отношения в чем вот суть этих взаимоотношений за несколько лет которые мы организуем этот фестиваль состав общества сильно обновился то есть сейчас представляют с американской стороны очень много молодежи и им очень интересные они сами изъявляют желание продолжать организовывать такие дни культуры можно подожди прийти познакомиться с кем-то приедут они приедут они будут здесь начиная с 4 числа то есть они будут принимать участие во всех событиях далее в прошлом году мы впервые организовали дни культуры в берлингтоне дни дни россии то есть и в берлингтоне в том числе появилась появился вот этот живой интерес в том чтобы посмотреть то что что происходит у нас какая у нас простая жизнь у простых людей то есть это очень приятно на самом деле и тенденция такая что мы растем и планируем и дальше этим заниматься потому что это на самом деле я думаю что полезные людям поскольку есть какие-то может быть какие-то агрессивные моменты какое-то недопонимание между людьми и такие такие фестивали они как раз способствуют тому что мы понимаем что там тоже люди и в принципе это как бы это наша основная задача и какие какие возможны формы вот этого общения между между странами которые находятся казалось бы так далеко то есть мы все это готовы развивать или готовы поддерживать все инициативы которые могут быть кто-то из высоких гостей политиков может быть или чиновников высокого ранга будет но как и предыдущие семи лет нас поддерживают посольство сша городе москва и в этот раз они тоже нас поддерживают очень активно и приедет целая делегация также из посольства сейчас насколько известно есть некоторые проблемы с получением американской визы но тем не менее другие направления они открыты и доступны вот здесь как раз дело в том что мы и делаем эту выставку международное образование чтобы дать возможность ярославцам не только иметь возможность учиться здесь но также и узнать о том что происходит за рубежом но при этом я бы сказала что вот ситуация с америка она не не совсем такая как вы ее озвучили потому что туристические визы сейчас не получаются нами в россии практически это очень сложно сделать но студенческие визы пожалуйста то есть это доступная визы f1 которые можно получить если вы едете на образовательную программу сша и соответственно у нас будут поскольку представители и из америки они кстати тоже с энтузиазмом выявили изъявили желание у нас поучаствовать потому что как раз русский рынок сейчас для них очень любопытен и интересен но помимо этого у нас будут представители и из канады у нас будет из австралии у нас едет прямо настоящий австралия не удержался чтобы принять участие в нашей выставке то есть мы с ним заранее очень согласовывали его приезд то есть вот даже такие приятные моменты что наш ярославль приезжают из из таких далеких стран пролетев там 15-17 тысяч километров помимо этого у нас будут учебные заведения из европы у нас будет представлена чехия швеция и нидерланды и во время выставки также будет возможность посетить семинары то есть представители данных учебных заведений они проведут ряд таких ознакомительных семинаров где уже на широкую публику расскажут о том какие возможности поступления а как тот вопрос который волнует многих я знаю жителей нашего города это именно финансовая составляющая то есть если этот вопрос критичен то тогда как раз стоит посетить эти семинары потому что подробная информация будет там предоставлено замечательно что все равно дружба есть замечательно что уже восьмой год мост через океан и образовательная программа и культурная программа все это позволяет все таки не закрываться за железным занавесом до осмотреть мир с открытым добрым лицом и с надеждой на улучшение отношений